В эфире Первого Карагандинского новости. В студии Мирамгур Салкимбаева. Здравствуйте. Коротко о главном. В Караганде проходит судебный процесс по иску экс-председателя комитета таможенного контроля Серика Баймагамбетова. Гособвинителям по делу Серика Ахметова не дают допрашивать свидетелей. Жителям затопленного при весенних паводках села Карасу Ахтугайского района построили новые дома. В Караганде проходит судебный процесс по иску экс-председателя комитета таможенного контроля Серика Баймагамбетова. Бывший чиновник, которого судили за взятку в размере 80 тысяч долларов, теперь судится с работниками исправительного учреждения АК-159-6. Он заявил, что его там избивали. Судьи были намерены закончить это громкое дело сегодня, но слушание пришлось перенести. Один из подозреваемых не явился на заседание, якобы по состоянию здоровья. Суду предоставили подтверждающую справку. С их слов, в скором времени они намерены провести пресс-конференцию среди представителей средств массовой информации. Адвокаты говорят, что журналисты информагентств неправильно и необъективно отслеживают ход судебных разбирательств. Среди публикаций есть много неточностей и ложной информации в адрес экс-таможенника. Когда состоится следующее слушание, пока неизвестно. В средствах массовой информации, при всем моем лучшем вооружении, проходит неколлифицированный комментарий в части столицы, в части указания статей. В частности, в одном издании я не буду указывать. А вот гособвинителям по делу Серика Ахметова допрашивать свидетелей было тяжело, потому что судья Исламбхан Исинбаев то и дело отклонял задаваемые вопросы. Среди дававших показания сегодня работники Акимата, которые якобы исполняли приказы компании Стальцинк, которую возглавляли близкие Ахметова. Сегодня судебный процесс напоминал игру в одни ворота. Гособвинители и подсудимые только лишь пытались задавать вопросы, но их, особенно последних, грубо обрывал словом отклонить судья Исламбхан Исинбаев. При этом из уст представителя Фемиды можно было услышать и такие реплики, как «Не относится к делу, и я сам знаю, что делать». Тем не менее, уважаемый суд, прошу разрешить задать несколько вопрос свидетелей. Его показания не имеют отношения к делу. Не по существу он говорит. Так, обрывая попытки гособвинителя допросить высокопоставленных чиновников, судья ввел весь процесс. Только после настояния прокурора вопросы все-таки прозвучали. Уважаемый суд, я настаиваю на допросе этого свидетеля. Пожалуйста. Тем не менее, показания были получены. Один из свидетелей, нынешний заместитель Акимогорода Андрей Ляпунов, на вопрос, давали ли ему указания работать именно с ТО «Стальцинг» и не проводить соответствующие процедуры по госзакупкам, ответил отрицательно. Постоянно обрываемый сумбурный процесс подошел к концу. К слову, прямого доступа на заседание журналистам не дали. Им позволили лишь наблюдать с внешних камер. Следующее заседание состоится завтра. Аймам Ленажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Жителям затопленного при весенних паводках села Карасуак Тугайского района построили новые дома. 11 семей получили ключи от главы региона Нурмухамбета Абдебекова. На счастливом новоселье побывала и наша съемочная группа. Одним из первых глава региона Нурмухамбет Абдебеков посетил дом семьи Куаныша Мухамеджанова. Познакомился с его домочадцами. Проверил дом строительства. Со слов Куаныша, вода разрушила их старое жилище за считанные минуты. Тогда они и не надеялись получить взамен именно такой новый дом. Он намного лучше старого, ведь в нем есть ванна и туалет, а также проведено паровое отопление. Когда наш дом смыла вода, у нас был шок. Но государство не оставило нас в беде. Спасибо всем, Акиму области, местным властям и подрядчикам. Старый дом, конечно, жалко, но новый есть новый. Надеемся, что он прослужит нам долго. Такая же радость сегодня и в семье одинокой матери Розы Бышевой. Учительница воспитала и вырастила четырех детей. Оставшись весной вместе с ними без крыши над головой, женщина упала было духом. Первые месяцы они жили в старом сарайчике. Но сегодня ее надежда возродилась. Вместе с ключами от нового дома она получила телевизор из рук Акима области Нурмухамбета Абдебекова. Я благодарна за своевременное предоставление жилья и за оказанную материальную поддержку. Мы смогли приобрести на полученную компенсацию и бытовую технику, и мебель. Все это время, пока строился наш дом, нам помогали. Спасибо, что не оставили нас в этой беде. Всего в Ахтугайском районе было построено 26 домов. Все они сданы в срок, а некоторые и раньше. Подрядчики уверяют, качество домов отличное. У нас есть гарантия. Тем более мы уже не первые дома строим. Уже более 4 лет на рынке занимаемся строительством. Так что уже несем ответственность, конечно. 10 сентября мы планируем полностью завершить строительные работы по всей области. По всем домам, которые в весенний паводок пострадали. И необходимость возникла строить эти дома заново. Следующими свои долгожданные ключи от новых домов получат около 100 семей села имени Габидена Мустафина, Аймамлина, Олжазгабасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Сегодня в детском саду Гульдер отпраздновали День Конституции. Воспитатели уверены прививать детям знания о том, что есть этот праздник и что они живут в свободном правовом государстве. В детском саду Гульдер 11 групп. 5 с казахским языком обучения и 6 с русским. Ежегодно здесь не забывают про такое событие, как День Конституции. Малыши учат стихотворения о стране, воспитатели проводят викторины, которые содержат в себе вопросы на знания о Казахстане. Руководство детсада уверено, будущее поколение уже с малых лет должно знать, в какой стране живет. «Знают свои права, знают свои обязанности. Дети прекрасно знают, что у нас есть государственная символика, что у нас есть атрибутика, знают гимн. И дети прекрасно знают, что это замечательный, прекрасный праздник, когда весь народ страны отдыхает, веселятся с проведением различных концертных программ». Малыши на перебой рассказывали заученные стихотворения о Казахстане и как истинные патриоты кричали «Казахстан, Родина моя!». Амина Смакова, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Спонсор показа «Галакси Групп». Производитель продукции торговых марок «Алюгал» «Галвин Херкюль». «Галвин». Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. «Галвин». Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Акция «Дорога в школу» продолжается. Сегодня подарки получили дети интерната номер 3 для детей с ограниченными возможностями. Ученики получили новые ранцы и необходимые школьные принадлежности. В этот день в интернате прошла праздничная концертная программа. Благотворительное мероприятие «Дорога в школу» проходит в интернате номер 3 с 2009 года. И неравнодушные спонсоры и руководство учебного заведения ежегодно стараются сделать доброе дело для детей. Наши спонсоры обеспечили на сегодняшний день школьными принадлежностями 30 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей. Как уже ранее сообщалось, в этом году было выделено 3 миллиона тенге для закупки школьных принадлежностей детям из малообеспеченных и многодетных семей. Акция «Дорога в школу» хороша тем, что помощь оказывается не только в виде учебников и тетради. Проходят рейдовые мероприятия по охвату несовершеннолетних детей обучением, а именно осуществляется подворный и поквартирный обход микроучастков, в ходе которого обследуются семьи, в которых проживают дети от года до 18 лет. Проверяется их охват обучением, выявляются неблагополучные, малообеспеченные и многодетные семьи. Также организована бесперебойная работа горячих линий телефонов доверия в отделе образования и организациях образования для оперативного реагирования на обращение граждан. В Карагандинском городском Акимате прошла торжественная церемония награждения граждан, вложивших в весомый вклад в развитие города Караганды и за трудовые заслуги перед страной медалью 20 лет Конституции Казахстан. У нас построено крепкое государство, стремящееся повышать благосостояние своих граждан. Конституция Казахстана – гарант демократических основ страны. Подтверждением этого является работа Ассамблеи народа Казахстана, уникального общественного объединения, которое связывает воедино стремление многих этносов, проживающих в Казахстане. Задача каждого из нас, как граждан независимого демократического Казахстана, состоит в практическом воплощении мощного потенциала основного закона страны. Сегодня в нашей республике реально реализуются конституционные права, граждан на труд, образование, здравоохранение, социальную помощь малообеспеченным. Конституция Республики Казахстан показала свою эффективность, заслужила признание авторитетной международной арене. Карагандинцы активно участвуют в развитии малого и среднего бизнеса, науки, культуры, образования, здравоохранения и спорта. Их вклад в становление Казахстана и региона очевиден. Сегодня лучшим из них Аким города Караганды Нурлан Аубакиров от имени президента страны вручил памятные медали 20 лет Конституции Казахстана. Сергей Высокосов, Ужас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. 20-летие Конституции Казахстана, безусловно, является одним из наиболее важных юбилеев этого года. За эти годы основной закон страны, над созданием которого работали все казахстанцы, доказал свою жизнеспособность. Медалью 20 лет Конституции в области награждено около 400 человек. Торжественные церемонии вручения медали начались в Карагандинском областном Акимате. Принятая в 1995 году Конституция оказалась настолько жизнеспособной, действенной, что эти 20 лет не только не умолили ни один пункт этого документа, но и подтвердили, что тогда, в самом начале, был принят очень верный курс развития государства. В отличие от Конституции других государств, основной закон Казахстана принимали поистине всенародно. Не было такой организации, объединения, рабочей бригады, студенческой группы, где бы данный законопроект не обсуждался. Притом, это был не просто формальный акт. Было высказано более 10 тысяч различных изменений и дополнений, которые люди предлагали внести в проект. Из них почти 3 тысячи были приняты. Современная Конституция Казахстана – это результат труда не только юристов, профессионалов, политологов, но всего казахстанского народа. От имени главы государства вручить вам высокие награды, которые, я считаю, вы полностью заслуживаете ежедневно своим трудом, доказывая верность курсу главы государства, доказывая всему сообществу то, что наша Конституция действительно работает. За заслуги в развитии региона и Казахстана награды получают наши земляки, люди уважаемые и известные не только в Караганде, но и в стране. Конституция Казахстана – это та основа, с помощью которой сегодня строится современное государство – Казахстан. И страна позиционируется в мировом сообществе как оплот демократии и быстро развивающейся экономики, что позволяет выйти Казахстану на передовые позиции в мировом рейтинге стран. А притворяют в жизнь законы, прописанные в Конституции, мы все, мы – казахстанцы. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде наградили отличившихся работников государственных органов. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков вручил им юбилейные медали 20 лет Конституции Республики Казахстан. В преддверии праздника Конституции были награждены руководители государственных органов и промышленных предприятий, ветераны войны и труда, соратники президента страны Нурсултана Назарбаева, по его работе в Караганинской области, ректоры вузов и представители трудовых коллективов различных организаций. Им вручили медали с надписями «20 лет Конституции Республики Казахстан». Цветы, медали и улыбки. В зале областного Акимата царит дружественная и теплая атмосфера. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков поздравил присутствующих и отметил каждого отдельно. Вы все внесли значительный вклад в становление нашей страны, особенно наше старшее поколение ветераны. Желаю вам всем крепкого здоровья, реализации задуманных планов, семейного благополучия, радости, веселья, достатка в доме. Торжественное собрание сменилось праздничной фотосессией. Снимки, сделанные сегодня, войдут в архив истории города, поделились организаторы. Аймам Ринау, Жасгабасов, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. В связи с вхождением во Всемирную торговую организацию, в регионе нужно улучшать конкурентноспособность сельскохозяйственных предприятий и качество их продукции. Такое заявление сегодня сделали депутаты областного Маслихата на заседании постоянной комиссии. Депутаты обсудили трудности и предложения, связанные с улучшением работы сельских предпринимателей. С их слов, в нашем регионе есть 106 организаций, которые занимаются пищевой и перерабатывающей промышленностью. Но, несмотря на это, на наших прилавках зачастую преобладают дешевые импортируемые товары. Да и курс тенге и доллара заставляет сейчас людей бить тревогу. В связи с этим народные избранники внесли ряд предложений. Причиной ряда проблем, возникающих с конкурентоспособностью сельских предпринимателей, депутаты называют использование старых технологий. Около 60 предприятий области работают по старинке. Многие малые организации не могут позволить себе дорогое оборудование и технику. Поэтому теперь землю для обработки будут давать предпочтительно крупным бизнесменам. Также народные избранники призвали чиновников помогать проблемным бизнес-структурам. «Осмотрите причины его. Кто виноват, почем. Если надо, то поможет. Чем нужно? Готовый продукт – это производство, купить на виногарню. А так, мы считаем, что сельская, сказали, что у нас в последние годы работают в Ролитаблино. Но есть, конечно, упущения, но надо над ними работать». Со слов депутатов, за 7 месяцев текущего года отмечается рост производства мясных, молочных и хлебобулочных пучных изделий. Народные избранники пожелали, чтобы эти показатели были еще лучше. Сегодня работники Центров обслуживания населения отметили 170-летний юбилей Великого Абая Кунамбаева и 20-летие Конституции. В праздничном концерте, посвященном этим датам, были награждены отличившиеся сотрудники Центров. В зале кинотеатра «Саржаляу» оживленно. Сотрудники Центров обслуживания населения празднуют 20-летие Конституции в необычных образах. Вместо привычных бумаг и документов у них в руках микрофоны и грамоты. Они сегодня читают стихи, поют песни и радуются за своих награжденных коллег. Не забыли специалисты цонов и юбилей казахского писателя Абая Кунамбаева. С чувством читали его стихи. Даже организовали конкурс среди лиц неказахской национальности. Я организовала конкурс среди лиц неказахской национальности, работающих в наших филиалах. Теперь самых отличившихся 4 человек. Повезу на республиканский семинар, который пройдет по Владаре. В нашей области работают более 30 центров по обслуживанию населения. Всего в них трудятся более 800 специалистов. Сегодня были награждены самые активные и лучшие из них. Это не первая моя грамота. Спасибо нашему руководству. Они всегда отмечают тех, кто действительно старается. Сегодня работа центров обслуживания населения налажена в электронном виде. Все услуги доступны. А проведение таких мероприятий благотворно влияет на активность специалистов и их желание трудиться, говорят организаторы мероприятия. Аймам Ринат, Олеген Рашитов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Карагандинская молодежь сняла социальный фильм о подростках. Презентация этой кинокартины прошла сегодня. В сентябре юные актеры и режиссеры планируют показать фильм во всех школах города. Фильм повествует о тех, кто не имеет своего дома, кто вынужден каждый день скитаться в поисках пищи. О тех, кто не находит понимания у окружающих. В этом социальном кино отражены две стороны медали. Те, кто имеет все и те, у кого ничего нет. Фильм был снят за две недели. Монтировали, снимали и играли в нем участники детского дворового клуба «Мираз». Мы решили снять социальный ролик, направленный на молодежь. Показать какие-то наши проблемы, недостатки. Сравнить отрицательные, положительные наши стороны. И донести это все до наших родителей, до наших дедушек, бабушек. Чтобы показать, мы не настолько плохи и мы достойное поколение. Это были все новости. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова